Сестры Милосердия Белые ангелы на Черной войне История музея начинается в 2004 году Именно тогда в школе начался сбор материала И оформилась первая музейная комната Посвященная истории военных медсестер В годы Великой Отечественной Первыми экспонатами стали фотографии Письма медсестер с фронта Ордена и медали, а также личные вещи Сейчас в музее собран материал о жизни 17 сестер Милосердия Все они живут или жили в нашем городе В нашем музее существует 4 экспозиции Одна из них, они освобождали Беларусь На стенде собраны материалы О жизни медсестер Которые участвовали в освобождении нашей страны Каждая медсестра поделилась воспоминаниями Об одном дне военной жизни Так, к примеру, Любовь Климова Была сестрой Милосердия В блокадном Ленинграде С 1942 по 1944 год А Надежда Ефимова Работала в военном госпитале Необходимо отметить также Болотникову Лидию Александровну Ветеран 54-й армии Участница битвы за Ленинград Но особо, конечно, хотелось отметить Ларионову Тамару Григорьевну Именно о ней собран материал Наиболее обширный И размещается у нас на отдельном стенде Имя Ларионовой носит сегодня пионерская дружина нашей школы Кроме того, на стенде можно увидеть такие экспонаты, как гильзы от авиационных снарядов, патроны и макет гранаты Среди экспонатов основного фонда нашего музея Есть особенно ценные Один из них — гильза от снаряда С землей с могилой Героя Советского Союза Натальи Кочиевской Этот экспонат принес к нам в музей солдат, которого спасла Наташа в том последнем бою В том бою 45 гвардейцев и Наташа попали в окружение Силы были неравны Она спасала бойцов до последнего В 1972 году была открыта «Малая планета» номер 2015 Советские ученые назвали ее Кочуевская Интересна также история еще одной девушки, решившей помогать бойцам в военное время Людмила Рыбальченко в возрасте 16 лет ушла на фронт Для того, чтобы попасть сюда в столь юном возрасте Ей пришлось подделать документы и исправить год своего рождения Людмила прошла всю войну, начиная с 1942 года и по 1945 В музее хранятся письма с фронта Рыбальченко Людмилы Ивановны А также ордена и награды, которые она получила В экспозиции музея также представлены личные вещи Рыбальченко Людмилы Ивановны и Судаковой Зинаиды Тимофеевны Личные вещи – это ложка 1913 года, это фляжка и, соответственно, котелок Служба военных медсестер имеет древнюю традицию Еще в середине XIX века, в годы Крымской войны, первой сестрой милосердия стала Флоренс Найтингелл Она вместе с помощницами отправилась работать в полевые госпитали, ухаживать за ранеными В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась в несколько десятков раз Флоренс Найтингелл называли «леди со светильником» или «дама с лампочкой», потому что по ночам с лампой в руках она сама обходила палаты с больными Международный комитет Красного Креста утвердил медаль «Конни Снайтингелл» Ей награждаются те медсестры, которые спасли большое количество раненых на войне, а также при этом остались живы В музее расскажут и о том, как выглядела военная медсестра в период Великой Отечественной войны Шинель, пилотка, кирзовые сапоги и обязательный атрибут – медицинская сумка К слову, для того, чтобы создать атмосферу, в которой приходилось работать сестре Милосердия, в музее используются элементы театрализации Ты, мамочка, спрашиваешь, страшно ли мне? Страшно! Еще как страшно! Сегодня сразу пять мальчишек положила Совсем юные были, а ведь где-то их ждут, надеются Также в музее открыты два новых стенда. Один из них посвящен воинам-пограничникам, которые встретили первый день войны на территории Гродничины Вторая экспозиция называется «Славим женское мужество» Она приурочена к 75-летию освобождения Беларуси и, в частности, Гродно от немецко-фашистских захватчиков Экспозиция представлена орденами и медалями, а также макетом, который был сделан, собственно, руками самих учащихся На макете изображены события июля 1944 года, потому что именно 15 июля, на этом месте, где стоит наша школа, шли ожесточенные бои за Гродно Одно из направлений работы музея – это исследовательская деятельность Ребята участвуют в различных конференциях, в том числе и международных Темы, которые выбирают для исследования школьники, так или иначе, связаны с Великой Отечественной Это и особенности фронтовых писем, и освещение освобождения Беларуси в иностранной прессе Наш музей работает ежедневно с двух часов дня до пяти часов вечера, кроме воскресенья Ребята активно приходят сюда в свободное от учебы время и проводят исследовательские работы Мы проводим переписку с различными организациями, с гражданами, помогаем в поисках дальних родственников В том числе и тех, которые погибли или освобождали наш город Гродно Музей пользуется популярностью не только среди учащихся средней школы номер 32, но и ребят из других учреждений образования Это и колледжи, и вузы Немало было в музее и зарубежных гостей, делегаций из Санкт-Петербурга, Архангельска и даже Сакраменто, штат Калифорния Экспозиция никого не оставит равнодушным, ведь здесь рассказана история войны от лица хрупких женщин, которые спасали сотни жизней На их плечи легла основная тяжесть военных будней На их долю выпало испытание не меньше, чем на долю солдат на передовой Для спасения защитников Родины девушки не жалели ни сил, ни своей жизни Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова